Всем привет, с вами Definex и сегодня я расскажу вам как добавить свой проект к крашлитику. А что же такое крашлитика? Крашлитика это плагин, который позволяет получать вам данные об ошибках, которые происходят у ваших пользователей. А то есть это мастхэв плагин. Итак, крашлитика это плагин файрбейса, а файрбейс принадлежит гуглу, поэтому отдельно нам даже регистрироваться нигде не нужно, можно использовать просто свой гугл аккаунт. Итак, сперва нам нужно создать новый проект. Нажимаем create project и вводим название нашего проекта. Далее вы можете выбрать, будете ли вы использовать гугл аналитикс для проекта или нет. Конкретно в данном случае я его использовать не буду, но вы сами решайте. Итак, проект создан и теперь нам нужно привязать его к нашему юнити приложению. Для этого кликаем на иконку с логотипом юнити. Далее в зависимости от платформы нам нужно предоставить данные о нашем приложении. В моем случае это андроид приложение, поэтому мне нужно указать пакейдж name. Далее файрбейс предлагает нам загрузить конфигурационный файл и разместить его в папке со всеми ассетами. В принципе это и нужно сделать. Ну и естественно нам понадобится SDK файрбейса, поэтому мы его должны загрузить. После того как мы загрузили SDK, нужно импортировать пакейджи в проект. Если при создании проекта вы включили аналитику, то вам нужно будет импортировать пакейдж в файрбейс аналитикс. Я этого не делал, поэтому импортирую только пакейдж с крашлитикой. Также обратите внимание, что под разные дотнет платформы файрбейс предоставляет разные пакейджи, поэтому выбирайте соответствующие вашей платформе пакейджи. Итак, переходим на страницу с крашлитикой и нажимаем Enable Crashlytics. Крашлитику мы включили, но она еще не активна. Активируем мы ее немного позже. Сейчас же нам нужно зайти в настройки проекта и добавить отпечаток SHA-1 нашего кейстора. Если вы выкладываете свое приложение в Google Play и за вас приложение подписывает ON, то SHA-1 можно скопировать отсюда. Если вы не используете эту функцию, или хотите чтобы крашлитика работала и на билдах, которые в Google не загружаются, вам нужно достать SHA-1 из своего кейстора. Это можно сделать с помощью инструмента KeyTool. Он является частью джавы, поэтому если вы билдите приложение под андроид, то у вас он есть. Для примера я создам новый кейстор и достану SHA-1 из него. Для того чтобы это сделать, запускаем консоль и прописываем команду. KeyTool, DeficeList, DeficeV, DeficeKeyStore. Затем нужно прописать путь к кейстору, но можно сделать это быстрее просто перетащив файл в область консоли. Затем DeficeAlias и название алиаса. Выполняем команду и вводим пароль от кейстора. Если вы все сделали верно, то у вас появится информация о кейсторе на экране. Отсюда и берем отпечаток SHA-1. Итак, чтобы крашлитика полностью активировалась, нам в приложении нужно сделать тестовый краш. Для того чтобы плагины крашлитики работали, нужно активировать сервисы файрбейса. Я создам для этого отдельный класс и повешу его на объект на сцене. Код активации для всех одинаковый и он есть на странице с документацией файрбейса. Просто копируем его оттуда и вызываем его в старте. Теперь нужно пробросить сообщение об ошибке, которое файрбейс передаст на сервер и активирует крашлитику. Самый простой вариант это использовать throw new system exception. Теперь этот код нужно где-то вызвать, но тут есть один нюанс, из-за которого я как-то потерял целые сутки в попытках понять почему крашлитика не активируется. В общем, вызов этого метода я вставлял прямо в колбек инициализации сервисов файрбейса и по всей видимости это прерывало алгоритм работы крашлитики и она не отправляла сообщение об ошибке на сервер. Сама крашлитика не сразу отправляет сообщение об ошибке на сервер. Вместо этого она кэширует все ошибки произошедшие в сессии и сохраняет их локально. Затем при следующем заходе в приложение она отправляет все что есть в кэше на сервер. Таким образом, из-за того что ошибка у меня кастилась каждый раз при инициализации сервисов файрбейса, крашлитика никогда эти ошибки и не отправляла. В крайней мере я это вижу именно так, хотя точно сказать невозможно. К чему я это все? Этот метод с крашем лучше повесить на кнопку и запускать его таким образом вручную, удостоверившись, что прошло достаточно времени и все сервисы файрбейса работают исправно. Можно конечно просто вызвать этот метод через некоторое время с помощью инвок, но я решил реализовать вариант с кнопкой. Создаем кнопку и при клике вызываем этот метод краша. Осталось только сделать билд и нажать на кнопку. Как только я нажал на кнопку, экран крашлитики обновился, что значит что она активировалась. И мы сразу видим ошибку, которую мы закастили. Среди полезных данных тут есть контекст в котором возникла ошибка, данные устройства на котором это произошло, операционная система и остальные. В общем-то это все. Крашлитика теперь будет активно работать и будет отслеживать ошибки ваших пользователей. Только не забудьте после этого удалить кнопку и метод краша в финальном билде, который дойдет до юзеров, потому что их там естественно быть не должно. Что ж, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки. Также можете проспонсировать канал на патреоне и получить исходники остальных туториалов. Аревидерчи!